Летняя депрессия. Так, в двух словах синоптики характеризуют погоду, которая встретит красноярцев в августе. Месяц ожидается дождливый и холодный, но не без тепла. Когда можно будет понежиться под лучами уходящего солнца, знает Евгений Черных. Если вы оставили август под загар, то я сейчас вас огорчу. Месяц выйдет довольно пасмурным и дождливым. Понежиться под солнечными лучами выйдет только в субботу и воскресенье этой недели, ну и в следующий понедельник. А средняя температура не поднимется выше 21 градуса по Цельсию. У нас установилась летняя депрессия. Что это означает? Возникает циклонический вихрь, который, так скажем, блокирует движение теплых воздушных масс. Это значит, что весь тот холод, который находится в Арктике, он смещается к нам. Раньше добраться до этого места пешком я бы не смог. Разве что вплавь и сидеть уж здесь подавно. Казалось бы, как так? В июне были большие сильные дожди, а Енисей настолько сильно обмелел. Сенотик объясняет. Да, погода была пасмурной, но осадков миллиметров выпало довольно мало. Это одна из причин, почему уровень воды так низко упал. Что будет в августе, предсказать невозможно. Но ясно одно. Свои русла Енисей будет восстанавливать долго. В предстоящий период на реках края обстановка не изменится. Значительных подъемов уровня воды даже в связи с осадками мы не ждем. Ну и тем более затопление территории не прогнозируем. Однако при сильных грозовых ливнях возможно затопление, локальное затопление на территории крупных населенных пунктов. Во второй декаде температура резко упадет. Средний показатель 18 градусов по Цельсию. Постоянные дожди, кроме 13 и 17 числа. Эти дни станут самыми солнечными и теплыми в августе. Ситуация у нас спокойная. На текущий момент действует 4 лесных пожара. Все они сегодня-завтра у нас идут под ликвидацию. Это северные районы, Винкей, Обогучанский. Напоминаю, телефон горячей линии лесной охраны 8 800 100 94 00. При обнаружении лесного пожара, либо какого-то нарушения лесного законодательства, несанкционированной свалки, пожалуйста, звоните по этому телефону. Третья декада августа останется дождливой. Однако средняя температура вырастет на 1 градус. Из 11 дней только 2 безоблачных. Но они, как назову, самые холодные в месяце. Проверяйте прогноз погоды почаще. Он постоянно меняется. Важно не упустить последние лучи уходящего солнца и хорошо отдохнуть. Евгений Черных, Павел Иваницкий, 7 канал.